Добрый день, господин министр. Сначала, разрешите, я в двух словах представлю вас нашим телезрителям. Раймонд Бергманис, министр обороны Латвии. В прошлом спортсмен, знаменитый спортсмен, вице-чемпион Европы по тяжелой атлетике и участник трех Олимпийских игр. Я, наверное, добавлю, и это будет справедливо, что среди всех министров в мире это самый сильный министр. Господин Бергманис, так и тянет спросить, как в том знаменитом фильме, в чем сила, брат. Но я все же перефразирую вопрос, а в чем слабость? В чем слабость Латвии, почему вдруг, опять же выражаясь спортивным языком, она отправила свои вооруженные силы срочно накачивать мускулы? К чему вы готовитесь? Ну, произошли события в 2008 году, произошли события в 2014 году. Ну, в результате, в 2014 году, когда проходил саммит Вельси, саммит НАТО, были приняты решения, что надо меняться, все надо, ну, ситуация в мире резко изменилась, и поэтому надо развивать свои вооруженные силы и наращивать боекотовность и боеспособность. Мы видим, что сегодня активно вооружается вся Восточная Европа, все Балтийские республики, и одновременно об угрозе Запада, о расширении НАТО на восток, говорят, в Кремле, и там же на востоке также принимают активные действия, также идет активное перевооружение. И мы видим вот все нарастающее беспокойство населения о том, что вместо безопасности вот такая накачка мускул может как раз и привести к неожиданному, но уже реальному вооруженному столкновению. Может быть, пора уже остановиться, опасно это? Да, но если рассматривать в таком смысле, это, конечно, политическая риторика, но те принятые решения и то, что мы видим, как Россия развивала свои вооруженные силы в последние 10 лет, в 10 лет, и что, например, бюджет обороны увеличился в 3 раза за последние 10-12 лет. Никому не секрет, что, например, в Пскове расположена самая боеспособная часть Российской Федерации, что недалеко от нашей границы расположена и развивается вертолетная база в Острове. Но это никому не секрет. И те решения, которые приняты даже в этом году с российской стороны, что 3 новые дивизии, еще 10 тысяч там расквартироваются и располагаются в Западном военном округе. Ну, как, например, нам чувствовать себя, ну, например, когда происходит учение, и мимо наших границ пролетает стратегический бомбардировщик? Мы же не знаем, например, очень часто бывает, что даже не присланы ни планы, не включен транспортер, ну, как нам тогда жить-то? Ну, на ваш заданный вопрос, конечно, это опасно, но, с другой стороны, я думаю, все понимают и стараются найти решение, как это затормозить, ну, остановить этот процесс, может быть. При каких условиях тогда вот вы, как министр обороны, можете сказать, все, достаточно, Латвии уже больше ничто не угрожает, можно не вооружаться и подумать о мире? Я думаю, что таких условий, наверное, в моем перспективе я не вижу, потому что поведение Российской Федерации и остальное, как в эти времена, оно не прогнозирование. Считать Россию в данный момент врагом, мне, наверное, будет это, ну, тогда надо, наверное, философски смотреть, что такое враг. Это будет трудно, ну, литературно надо рассматривать, что такое тогда враг. Но не другом. Сосед, сосед, сосед. Сосед может быть разным, соседи могут быть разными. Могут сотрудничать, могут жить разным. Но сосед, он есть сосед, он никуда, он не может деться. И поэтому хотелось бы, чтобы Россия никогда не стала бы врагом для Латвии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова